В поисках передовых идей и проектов более 500 учителей, воспитателей и руководителей образовательных организаций собрались из разных уголков округа на традиционную августовскую педагогическую конференцию. В этом году ключевые темы конференции – новые подходы к гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, внедрение федеральных государственных стандартов и развитие единой образовательной среды региона. Наталья Кузьмина работает играючи в буквальном смысле, по нотам. Более 10 лет преподает влюбленным в музыку, уроки игры на домре и гитаре в городской школе искусств. Ну сейчас, если малыши, то они 8 лет учатся. Есть 5-летнее обучение для более старших. Становятся они родными ученики за это время? Становятся родными, да. Вот так привыкаем к ним, любим. Труд Натальи Викторовны высоко оценили. Ей вручили почетную грамоту Министерства образования и науки. Не ожидала. Огромное спасибо, благодарность коллегам, которые заметили мой труд, потому что действительно вкладываешь время, всю душу, силы, занимаешься с детьми. Еще одна героиня педагогического труда Нина Лудникова. Ей сегодня присвоено звание – почетный работник среднего профессионального образования. Общий педагогический стаж Нины Викторовны внушительный – 37 лет. Более 20 лет она трудится методистом в стенах социально-гуманитарного колледжа. Да, наша работа отличается трудоемкостью и эмоционально, и физически. Ну, радуемся, и я радуюсь, когда студенты радуют, потому что видим, что работа не прошла даром. В целом, федеральные награды, благодарности и почетные грамоты Министерства образования и науки России вручили 17 педагогам школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования Нинецкого округа. Почетные звания работников образования Российской Федерации в этом году снискали 7 специалистов окружных образовательных учреждений. Большой вклад всех педагогических работников на торжественном открытии конференции отметил глава региона Игорь Кошин. Получается, что если промышленники отвечают за экономику своего края, то вы определяете духовное развитие и создаете мотивацию. И только вам одним известно, насколько тяжел этот труд. Духовное и гражданско-патриотическое воспитание легли в основу этой конференции. По каким образовательным ступеням будут идти сотни окружных педагогов, достигая эти цели, озвучила в своем докладе вице-губернатор Галина Медведева. Не случайно сегодня, выражая стратегические ориентиры, определяя эти ориентиры на следующий учебный год, подводя итоги прошлого учебного года, мы, конечно же, говорим, что сделана огромная работа в патриотическом воспитании. Но мы должны посмотреть, что необходимо сделать, как необходимо, в каком направлении развиваться, как мы будем развивать общественное сознание, формировать это патриотическое, гражданское сознание каждого школьника. После обеда участники августовской конференции встретились на координационном совете по вопросам патриотического воспитания, на котором обсудили ход реализации в регионе национальной стратегии развития воспитания на период до 2025 года. А уж завтра окружные педагоги соберутся за круглым столом, где обсудят развитие кочевой формы образования на территории Ненецкого автономного округа в условиях реализации федерального закона об образовании в Российской Федерации.